МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ними встретилась была Джизаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Елена. Доброе утро, дети. Доброе утро. Спасибо, что вы сегодня приехали к нам в гости. А поводом для нашей встречи стало то, что вы все активисты российского движения школьников. Елена ваш наставник. Елена, я прошу вас представить тех, с кем вы сегодня приехали к нам. Это Аджиева Камила, Сущенко Вадим, Кюрджиева София и Дингуб Никита. Как вы уже сказали, российское движение школьников – молодое движение. Чем конкретно вы занимаетесь, помимо патриотического воспитания молодежи? Четыре основных направления в российском движении школьников – это гражданская активность, личностное развитие, социально-медийное и военно-патриотическое воспитание. Ну, ребята, хочу обратиться к вам и спросить. Вы конкретно в российском движении школьников как давно? Вы активисты и чем вы занимаетесь? Какие у вас увлечения? Что вы в этом движении делаете? София, наверное, начнешь ты? Я в российском движении школьников нахожусь не так давно, но принимаю активное участие в этом и мне очень нравится заниматься. А какие у тебя увлечения? Ну, я занимаюсь плаванием, танцами и принимаю активное участие в соревнованиях. Никита, хотелось бы у тебя узнать, вот чем тебе нравится быть участником российского движения школьников? Мне нравится мое направление военно-патриотическое, потому что быть патриотом – это самое главное в России. И тем более ты пойдешь в армию? Да, конечно. В нашей школе шесть специализированных классов и проводится огромное количество мероприятий именно по патриотическому воспитанию. С нами работают непосредственно наши шефы. Это полицейские, это МЧС, это пограничники. У нас два класса пограничной направленности. Это юноармия. Большое сейчас, конечно, большую популярность имеет это движение, юноармейское движение. Буквально недавно мы участвовали в республиканских соревнованиях, где заняли почетное третье место. Но я думаю, что мы добьемся и будем первыми. Вот. Также большое внимание мы уделяем экологическому воспитанию. Вот. Сейчас буквально недавно приехал наш победитель со всероссийского конкурса «Большая перемена». И именно вот занимались направлением «Сохраняй природу». В нашей школе организован раздельный сбор мусора. Также у нас развито волонтерское движение. И это все российское движение школьников? Это все включает в себя российское движение школьников, да. То есть наша задача полностью занять ребенка, чтобы у него не было, наверное, свободного времени на какие-то плохие поступки. Они все время находятся в активном поиске себя. Скажите, все ли школьники участники этой организации? Или по желанию? Ну, сейчас, наверное, все уже у нас. Вот, я же сказала, уже специализированные классы. В РДШ вступили все со 2 по 11 класс. Все являются членами. А вот это активисты, ваш костяк. Это активисты, да. Мне остается пожелать вам успехов. Спасибо, что вот вы сегодня приехали к нам. И дерзайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программой Вазинской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Ашимизом Пхешховым смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. До встречи в эфире. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. 1 декабря торгово-рыночный комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок европейский. Все лучшее в порядке вещей. Ищешь стабильную работу? Военная служба по контракту. Твой выбор. Достойное денежное довольствие. Обеспечение вещевым и продовольственным имуществом. Полный социальный пакет. Возможность получить жилье. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр. Вот для меня ответственность, да, сейчас на сегодняшний день знак равно счастью. Потому что я счастлив быть отцом своих детей. Отцовство. Твой главный жизненный проект. Узнай больше. На портале яродитель.ру